Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Сегодня у нас очень интересный вопрос. Как жить человеку, чтобы не обращаться к урологу, к венерологу? Вот как ему построить свою жизнь так, чтобы избежать от этих неприятных манипуляций в кабинете врача? Каких-то вопросов, которые затрагивают интимную сферу и неудобно отвечать? Обследование, анонсирование их результатов, неприятного лечения с антибиотиками, с ограничениями, с какими-то изменениями режима жизни, которые неприятны для человека. Это кушать нельзя, это пить нельзя. Жил себе спокойно, с работы домой возвращался, теперь в спортзал ходи, устаешь, там время на это тратится, еще что-то. И все это врач заставил, и все это врач принудил, и все это врач привил, все эти данные. Вот как жить так, чтобы не обращаться к врачу? Ребята, честно вам сказать, вот без лукавства, на самом деле, если вы не хотите лечиться у такого врача, как я, или другой уролог, венеролог, вам нужно регулярно к нему обращаться с профилактической целью. Вот такой вот парадокс. Как помните, была такая сказка Жоржа Санта о грибуле, который, боясь воду, прыгнул в реку, боясь в огонь, прыгнул в костер, в печку. Вот точно так же и здесь, боясь лечиться у венеролога, у уролога, нужно регулярно к нему обращаться с профилактической целью. Если врач вас будет профилактически осматривать регулярно, то все, что только можно, он выявит на начальных стадиях развития, он не даст этому ростку ход, не даст вырасти в цветистое дерево проблем, вовремя скорректирует, вовремя даст нужный совет. Что мы корректируем? Мы корректируем персональные факторы риска. Да-да-да, дорогие мои мужчины, у каждого это свое одного курение, у второго гиподинамию, у третьего лишний вес, у четвертого нерегулярность, дезоритмия половой жизни и так далее. Все это, естественно, выявляется в процессе разговора с пациентом. То есть, чуть-чуть поговоришь и уже понятно, где слабое место. И тут же говоришь, давайте вот на этом сделаем акцент и пока все. Или вот эти свечи, вот эти витамины и пока все. Вот это для вас оптимальный результат, как не лечиться у уролога-венеролога. Все остальные случаи, вот когда вот я рассказываю, я вот 20 лет не обращался, я ничего не беспокоился, верю, пришел. Начинаешь спрашивать, а как эрекция, а как желание, а как длительность пололакта, а как мочеиспускание? И получаешь все время стандартный ответ. Ну, понятное дело, что никак в 20 лет. Друзья мои, а почему? Куда оно девается? Почему вы не боретесь за свое здоровье? Почему у вас нет активной гражданской позиции в отношении собственного тела? Почему вам не жалко терять свои ресурсы, если вы видите, что вы их начали терять сколько-то лет назад? Почему вы не пошли к врачу вовремя? В итоге вы приходите на стадии сформировавшегося заболевания, в итоге я смотрю, и там уже действительно надо лечить, о профилактике речь не идет, об этом уже говорить поздно. Поэтому снова и снова вам повторяю, друзья мои, каждый возделывает свой город-сад сам, в меру, так сказать, своей программы жизнеутверждения и качества жизни. Поэтому все зависит от вас. Повод, почему не делать, почему не заниматься спортом, почему не кушать правильно, почему не обращаться к врачу, можно найти всегда. А вот причину хочу жить долго, качественно, гармонично и счастливо. Вот эту причину поставить в главу угла иногда бывает сложно. Поэтому я вам всем рекомендую самодисциплину, вот эти вот какие-то жизнеутверждающие принципы в основе вашего образа жизни, ну и, естественно, длительной и регулярной сексуальной жизни. А теперь пока!